МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Лидия Шулаева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. 145 тысяч мест для целевого обучения в России подвели итоги приемной кампании. Смех, веселье и улыбки детей в клубе здоровья Центра внешкольной работы прошел день открытых дверей. В городском музее открылась выставка продолжения работы трех поколений художников-любителей, украсили один из залов музея. Далее расскажем обо всем подробно. В этом году на программы бакалавриата и специалитета больше всего абитуриентов по целевым квотам зачислили на медицинские и аграрные направления. Об этом вице-премьер Татьяна Голикова рассказала на заседании, посвященном рынку труда. Самыми популярными направлениями у ребят, поступающих на целевое обучение, стали лечебное дело, педиатрия и педагогика. Также среди востребованных специальностей информатика и вычислительная техника, информационные системы и технологии, проектирование авиационных и ракетных двигателей. Всего в приемной кампании 2024-2025 года в вузах предусмотрено более 145 тысяч мест для целевого обучения. Почти на 4 тысячи больше, чем в 2023-м. С этого года поступить на целевое обучение можно через платформу «Работа России». Там организации размещают свои предложения, а будущие студенты выбирают работодателя и подают заявление в вуз. Сейчас на программы бакалавриата и специалитета зачислено около 39 тысяч человек. Детские улыбки, настольные игры и хорошее настроение. В клубе Центра внешкольной работы здоровья – День открытых дверей. Это многопрофильный клуб, в котором представлено множество объединений. И каждый ребенок может выбрать что-то по душе. Мы с удовольствием приглашаем всех на занятия настольным теннисом, секцию силового троеборья тренажерный зал, секцию мини-футбола, секция фитнес-энерджи. Если вы хотите стать подтянутым, спортивным, ловким, вам точно найдется место в этих секциях. Ольга Федоркина училась играть в настольный теннис во дворе, в таком же клубе. В итоге игра стала неотъемлемой частью ее жизни. Теперь Ольга не только играет, но и преподает. Ну, настольный теннис, он развивает реакцию, улучшает зрение, мышление. Он азартный, интересный. У нас сейчас набор детишек с 7 лет и старше. Мы набираем ребятишек, мальчиков и девочек. Поэтому я хочу пригласить наш настольный теннис активным, здоровым, сильным ребятам. Пускай приходят, мы их научим играть в настольный теннис. С этого года также откроется секция настольного тенниса для взрослых. В клубе здоровья есть кинологический клуб любительского собаководства «Акбар» и военно-патриотический клуб «Победители». Центр патриотического воспитания представлен объединением волонтера победы. Также в клубе есть музеи, оловянные миниатюры и стрелецкая слобода. Их двери всегда открыты для горожан. Игротека клуба «Здоровье» работает с понедельника по субботу с 15.00 до 20.00. В зоне свободного посещения есть настольные игры. Дети всегда могут прийти и поиграть, например, в бильярд. К нам приходят дети абсолютно любого возраста, но вообще чаще всего это подростки от 10 до 18 лет. Также мы занимаемся социальным проектированием, мы пишем проекты, реализовываем их также на базе игротеки. А еще очень важная часть – это мастер-классы. Мы любим проводить творческие мастер-классы по вязанию, рисованию и другим различным техникам. Так что приходите к нам, все у нас очень весело и интересно. Также каждую субботу проходит клубный день. В его рамках проводятся различные активности для молодежи – квизы, квесты и караоке-вечера. Молодежное общественное объединение «Армир» – частый гость на различных городских мероприятиях. В рамках Дня открытых дверей реконструкторы учили детей, как правильно стрелять из лука, а также организовали фото-зону с оружием и доспехами различных периодов Средневековья. Эта многоствольная пушка уникальна и, возможно, единственная в своем роде. Она оснащена ударным механизмом мгновенного действия. Для выстрела используется холостой патрон от винтовки Мосина, а снарядами служат теннисные мячики. Орудие произведено членами «Армира». Юношеский клуб авторской песни «След» – еще одна точка притяжения. В него принимаются дети от 9 до 18 лет. Мы изучаем аккорды, поем бардовскую песню, не только бардовскую. Ездим на фестивале, дружим, играем, поем. В настоящее время идет набор в наш клуб. Приглашаем ребят, которые интересуются творчеством, которые хотят сами писать песни, хотят научиться играть на гитаре, которым вообще интересно творчество. Для того, чтобы начать играть, нужны просто терпение, усидчивость и желание. Обучение проходит с нуля, по облегченному варианту аккордовой техники. Это позволяет быстрее научиться играть на гитаре. Кроме того, многие ребята уже начали писать стихи. Никита Белямов, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, Служба новостей, СРОВ-24. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Заявки необходимо подавать через сайт вам.голосза.ру. Также с этого года заявку можно подать через госуслуги и отслеживать там ее статус. Ваши проекты ждут до 15 октября. В Нижегородской области дан старт первому этапу всероссийского конкурса «Народный участковый». Конкурс проводится в России уже в 14-й раз. Лучшего участкового выбирают по результатам голосования в сети интернет. Конкурс проводится в три этапа в форме онлайн-голосования. Первый этап – это онлайн-голосование, которое проходит с 11 по 20 сентября включительно. Лучший участковый в каждом из районов региона определяется по наибольшему количеству лайков, отданных гражданами в ходе голосования. В Нижегородской области выбрать лучшего участкового можно на официальном сайте ГУ МВД по Нижегородской области 52.mvd.rf в разделе «Народный участковый 2024». Итоги онлайн-голосования будут подведены после 20 сентября. Саров на конкурсе представляет участковый капитан полиции Юрий Боровков. Многодетным семьям помогают выплачивать ипотеку. Правительство продлило эту программу поддержки. На помощь в размере 450 тысяч рублей могут рассчитывать семьи, в которых третий или последующий ребенок родился с 1 января 2019 по 31 декабря 2030 года. А кредитный договор заключен до 1 июля 2031 года. Оформить субсидию можно на госуслугах или лично в банке, где выбрали ипотеку. Список документов смотрите на сайте dom.rf. Там же вы найдете подробную инструкцию, как заполнить заявление. Николай Кузнецов родился в поселке Сорокине Тверской губернии. Благодаря революции мальчик из простой крестьянской семьи смог поступить в строительный Ленинградский институт и стать архитектором. После Великой Отечественной войны он восстанавливал мосты и дороги в Австрии. А в 1957 году Николай Кузнецов стал главным архитектором Кремлева. Именно так тогда назывался наш город. Основная его профессия – это, конечно, архитектура. Он создавал наш город, был у истоков вот этого всего. Стал автором личного огня и Бесячего моста. И, в общем, много чего он сделал в городе. И в свободное от работы время он, конечно, много рисовал. Рисовал всегда с натуры, рисовал пейзажи, в основном пейзажи, конечно. На выставке живописи и графики, которая открылась в городском музее, представлены работы трех поколений художников-любителей. Николая Кузнецова, его внучки Инессы Гришиной, а также ее дочери. Картина «Саровский дворик» передает вид из окна деда Инессы. На заднем плане можно увидеть улицу Гагарина и боровые бани. А вот Кировский порт. В этот город Николай Кузнецов был эвакуирован во время войны. Когда он приходил на кухню, бабушка специально собирала для него остатки еды. То есть он брал их и ходил кормить ворон. Он называл их «машками». Ну, я помню это очень хорошо, «машки». Он любил ворон, ну, как бы считал их очень умными птицами. Почему «машки» не знаю. Любимая техника Николая – масляная живопись и карандашные зарисовки. За свою долгую жизнь художник-любитель запечатлел немало саровских пейзажей. При работе карандашом он никогда не пользовался ластиком. Выставка не ограничивается только художественной частью. Здесь также можно увидеть личные вещи художника. Например, трофейную именную пепельницу немецкого офицера. Николай Кузнецов подобрал ее в окопе после отступления противника. Если говорить о моих работах, то здесь представлены акварельные работы и графические работы. Акварель – это в основном я рисую наш город, выездные пленеры. Вот здесь представлены пленеры Нижнего Новгорода. А также, что касается графических работ, это такие, можно сказать, работы, которые посвящены каким-то воспоминаниям, впечатлениям, фантазиям. Здесь и картины, посвященные походам в лес вместе с бабушкой. А вот колыбельные. Картина была вдохновлена утренним спектаклем, который разыграли дети-художницы. Как и дед Инесса по образованию архитектор. Сейчас она работает преподавателем в детской школе искусств. В этой семье любовь к живописи передается из поколения в поколение. На выставке также можно увидеть студенческие работы дочери Инессы Глафира. Она пишет в технике гуашевой живописи. Делает стилизованные натюрморты. Выставка продлится до октября, без возрастных ограничений. Никита Белямов, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. Мед свежего урожая из пасеки пчеловодов Михайловых вновь можно приобрести в Сарове, в торговом центре Галактика. Темный гречишный мед с характерным терпким вкусом. Мягкий и тягучий липовый или кремовый дониковый с нотками ванили. Каждый сорт этого лакомства по-своему уникален. К примеру, мед акации гипаллергенен. Его можно как взрослым, так и детям. Мед с дягеля и прополисный улучшают работу желудочно-кишечного тракта. А дониковый благотворно влияет на нервную систему. На ярмарке меда с пасеки пчеловодов Михайловых представлены и достаточно редкие сорта. Среди них каштановый мед. Акация выделяет около 800 килограмм с гектара. Нектара она выделяет. Липа до 1000 килограмм. То есть тонну с гектара она липа выделяет. Гречеха выделяет 500-600 килограмм. Доник 300-500. Это растение медоноса. Если взять вот этот каштан, который не иконский каштан, который растет у нас, а именно там в горах, он стручковый, они его называют, то вот он выделяет около 100-150 килограмм с гектара. Качество меда с пасеки пчеловодов Михайловых высоко оценили во многих городах России, в том числе и в Сарове. Побывав на медовой феерии один раз, горожане возвращаются за любимым лакомством снова и снова. Здесь предложат вам и продукты пчеловодства. Пыльцу, маточное молочко, настойку прополиса на воде и пергу. Она поможет поднять иммунитет и восстановить силы. Тем, кто теряется среди такого широкого ассортимента, Владимир Михайлов предлагает его сначала попробовать. Я им рекомендую взять, попробовать, чтобы мед был зрелый, то есть откачанный вовремя, и попробовать, который по вкусу подходит. Который попробовал человек, ему понравилось, он заулыбался. А попробовал, а он сразу искривился. Значит, не его мед. Вкусное предложение для сладкоежек – натуральные конфитюры из северных ягод. Это полезное лакомство станет лучшим дополнением к любому чаепитию. Для саровчан доступна акция. Три килограмма свежего цветочного меда можно приобрести всего за одну тысячу рублей, а три килограмма гречишного – за 1600 рублей. Не пропустите! Ярмарка меда «Спасики пчеловодов Михайловых» работает в торговом центре «Галактика» с 12 по 17 сентября с 10 до 18 часов. Нет возможности прийти? Доставим. Телефон. Плюс семь. Девятьсот двадцать семь. Ноль шестьдесят четыре. Тринадцать девяносто. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16» в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Там же вы найдете все информационные выпуски и авторские передачи. В студии работала Лидия Шулаева. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова